Сдвиг в политическом, социальном, религиозном, культурном сознании в современном обществе демонстрирует самые яркие черты постмодернизма — иронию, бесконечное цитирование, деконструкцию реальности, которая на поверку оказывается всего лишь игрой-знаками. Нынешнее нестроенное мышление, признающее относительность любых ценностей и, прежде всего, духовных, бесконечная рекомбинация всего сказанного, написанного, построенного, поставленного в течение долгого времени, питавшая постмодернизм, стала в конечном счете благодатной почвой для появления моды на философствование и расцвет эстетствующего иррационализма, которые привели в итоге и к распространению огромного количества сомнительных ценностей в различных областях и сферах человеческого знания, претендующих, если не на объективность, то как минимум на признание их важности. «Современная культура говорит, я могу и так, и могу как угодно, а как угодно, это не имея морального стержня, не имея духовных каких-то ориентиров, весь ширпотреб, вы правильно сказали, идет и наваливается на сознание зрителя, а для того, чтобы разобраться в этом ширпотребе, нужны какие-то определенные духовные ориентиры. Вот эти духовные ориентиры и должна высказать, и должна провести в общество церковь. Другого у нас такого идеологического института, духовного института нас просто нет». Вот главное произнесено. Участники научно-практической конференции таврических духовных чтений «Православие в XXI веке. Вызовы и ответы» понимают, что тлетворное влияние самозванных интеллектуалов, которым нечего сказать, но они изо всех сил пытаются стать кумирами, собрав вокруг себя адептов, проникает во все социальные слои и умы, неокрепшие и высоковнушаемые. «Сложность в самом христианине в том времени лживом и, может быть, как Господь говорит, неверным и пролюбодейным, которым мы живем во все времена. Господь один и тот же. Слова Божьи не меняются. Условия этой жизни не меняются. И результаты зависят в основном от нас с вами. Христианин XXI века далек от тех времен, когда люди слышали из уст самого Христа его учения. Он далек от тех времен, когда ученики святых апостолов ходили по земле, когда свидетельствовали об истине Христовой люди, которые были непосредственно связаны с той историей, с той традицией и с тем временем. И поэтому очень многое мы забыли, очень многое мы утратили, очень многое мы понимаем превратно. Самая большая трудность и опасность сегодня человека состоит в том, в духовной жизни, что он себя больше идентифицирует не со словами Христовыми, а с тем, как их интерпретирует и очень вольно, свободно интерпретирует в современном сообществе различные люди. Каждый себе позволяет говорить о Христе, как он думал, как он читает, как он чувствует. И вот в этом, в моем понимании, большая опасность находится, чем может быть во всех других вызовах современного общества. А ведь сказано же, прежде всего ищите Царствие Небесного и правды Божии. Найдя это или находясь на верном пути, в поисках этого образуется все остальное, потому что предугадать, как оно дальше будет, ну, гадать мы можем, да, но не в наших силах знать, что там будет дальше, и с расколом, и с той же цифровизацией, которую православные, я знаю, в большинстве своем очень боятся. Вот, так или иначе, человечество, общество движется по определенному пути. И задача нас, православных христиан, на этом пути вот искать правды Божьей. Церковь себя тоже позиционирует как отдельно от государства, потому что церковь не может быть частью только общества. Часть общества — это партия. Церковь не может быть партийной, она надмирна, она надпартийна, она включает в себя представителей различных частей общества, различных партий. Поэтому церковь действительно раздирается. Но в этом раздирании ризы церковной всегда есть неотступный элемент определения и самоопределения. И это очень важно для христианина. Мы готовы жить, как видим, как разумим, как понимаем, но мы не готовы определяться. Эти времена заставляют нас определяться. Мы должны понимать, чьим мы по самому сути своего происхождения, кому мы принадлежим — Христу или миру, или духу сего мира, кому мы служим и от кого мы ожидаем в конце концов получить одобрение своей жизни или осуждение своей жизни. Люди, находящиеся в гонении, всегда были, может быть, именно в контексте этих слов в более безопасном положении, потому что им легче было определиться, внешние обстоятельства заставляли определяться. Когда люди живут в комфортной жизни, они зачастую откладывают вопрос с определением своей жизни, содержания, наполнения, смыслополагания, целеполагания своей жизни. И это то, что нас чаще всего губит. Поэтому мы сострадаем братьям на материке. Мы, безусловно, будем всячески, в первую очередь, молитвенно поддерживать их. А в остальном должны понимать о том, что еще Господь сказал, что кто только пожелает жить благочестиво, обязательно будет гоним в свое время своим временем. Почему? Потому что враг рода человеческого, о котором очень мало мы говорим, очень мало включаем его в планы своей жизни, он не позволяет людям жить по Слову Божию, жить ради Христа или жить во Христе. Протайрей Александр Лапин, доктор богословия из Австрии, участвовал в конференции по скайпу. Уже в самом названии его доклада «Нарастающая тревога». Православие в европейской диаспоре. Положение и перспективы до и после. В просвещенной Европе проблемы, конечно же, намного страшнее, чем у нас. На их фоне наши борцы с числом Антихриста и идентификационными кодами – дети, правда, с воспаленным воображением. Среди моих коллег есть не просто прихожанин какого-то храма, а доцент университета, который, я знаю, что не брал этот самый код в те времена, когда его усиленно раздавали, идентификационно. Не знаю, как он сейчас обходится с этим вопросом. Но я знаю, что это очень большая проблема для многих православных. На бытовом уровне действительно надо разговаривать с духовником, получать какое-то благословение. Во-первых, и в священнической среде, я знаю, что нет единства по этому поводу. А во-вторых, все равно какая-то рациональность должна присутствовать. То есть, если эта самая прихожанка или какой-то другой человек не берет код, не получает паспорт, соответственно, о нем кто-то должен заботиться. Тот, кто получит код, тот, кто будет иметь паспорт, стаж, оформит все средства и будет с этим человеком делиться. То есть, избежать быть, хочется, опять же, вспомнить классика уже небогословского, что жить в обществе и быть свободным от него достаточно сложно. Да, Царство Божие не от мира сего, но, тем не менее, мы не можем, так сказать, не жить в обществе. И если ты сам такой святой, что ты не получаешь этот самый код, то, значит, ты позволяешь кому-то сделать это для того, чтобы он тебя содержал, кормил, заботился о тебе, о твоих близких. Наталья Звонок, доцент кафедры мировой философии и теологии Луганского национального университета имени Владимира Даля, горячо говорила о роли православного искусства в условиях дескарализации культуры. Дело в том, что православную культуру можно воспринимать с двух сторон – внутренне и внешне. Они воспринимают ее внешне, как картинку. А нужно прочувствовать и посмотреть, что за символом, за знаком стоит внутренняя глубина. И вот эту внутреннюю глубину воспринимают православные верующие. Посторонние зрители, а не только зрители, они видят омолочку, знак. А то, что за символом скрывается великое таинство, это им не дано. Это в чистом виде ответ как бы модному театральному деятелю. Больше, правда, снискавшему как бы славу за блудную связь с как бы светской львицей, за что был прилюдно, нещадно бит ее как бы мужем. Он недавно решил как бы порассуждать о православии, о церковных таинствах, будучи человеком некрещенным и вообще сомнительных мировоззренческих взглядов. Я же не зря задал вопрос о том, крещен ли ли вы, Константин. Вы сказали нет. Это значит, вы не участвуете в литургии. Значит, вы не присутствуете внутри вот этого пространства. Ну, представьте сейчас, что будет с нами, если мы сейчас начнем говорить о ваших спектаклях. И где-то в середине нашего разговора вы так аккуратно у меня спросите, Эдуарда, вы видели? Я скажу, да нет, не видел, но знаю, сейчас я тебе все расскажу, ты все неправильно делаешь. То есть ничего похожего из того, что на том стою, не могу иначе, здесь тоже не наблюдается у этих аморальных, как бы возмутителей, как бы культурной, как бы элиты. За оскорбление чувств верующих нужно привлекать тех, кто организовал эту выставку. Но их не привлекают. И должен быть определенный моральный контроль за организацией подобных мероприятий, за организацией подобных перформансов. Поэтому тут уже надо ориентироваться на тех людей, которые проводят духовное воспитание в обществе. И именно те, которые проводят духовное воспитание и должны контролировать, ну это не стальный контроль, конечно, а просто хотя бы духовный контроль, духовные рекомендации для того, как себя надо вести, что можно организовывать для общества, что противопоказано духовности общества. Студенты и семинаристы не отстают в изысканиях от своих наставников. Они не так категорично настроены, в их словах нет обличений, они не навешивают ярлыков, когда говорят о новых религиозных течениях. Они изучают, в Крыму есть что. Есть, но их немного, в отличие от основного процента, который принадлежит все-таки традиционным религиям, будь то ислам или православие. Но все-таки есть, небольшой процент, но есть. В частности, в поле моего зрения оказались общества сознания Кришны. Это религиозная организация, чья идеология построена на смеси ваишнавизма, или они проповедуют о том, что Кришна — это есть Бог, это есть любовь. И в том числе мне удалось единожды пообщаться с некоторыми из них. Производят впечатление абсолютно нормальных людей, обычных людей. И все-таки иногда так называемые «обычные люди» позволяют себе вторгаться в личное пространство тех, кто неправильно верит с их точки зрения. Впрочем, это уже задача для правоохранителей. По данным Министерства юстиции, я был на сайте несколько дней назад, в Крыму зарегистрировано было 769 религиозных организаций. Но это в целом и православие, и мусульманство, и протестантских каких-то церквей. Доля новых религиозных движений в этой цифре очень незначительна. Ну, дела обстоят именно так. При Украине было гораздо больше, около полутора тысяч. Но сейчас, ввиду того, что законодательство усложнено и существует большая вероятность того, что больше волокиты появляется с тем, чтобы поставить свою организацию на учет, зарегистрировать. Это очень большое количество бумажной работы, которую необходимо проделать. И слава Богу, подумала я про себя, хотя наверняка и проявила нетерпимость. И, да, нетолерантность тоже. Редактор субтитров А.Семкин